Достоинство у нас же в Конституции отражено, украинской, да, написано, что держава завязывается, ну что там типа в такой конструкции, что достойный уровень жизни обеспечить людям. Это дискуссия в контексте блага или достоинства должно происходить? Смотри, благо там, где хоть как-то мы входим в трансцендентное представление совместности, то есть то, где мы можем встретиться там о Боге, о природе, о вечности, о космосе, о любви. Это все там, где возникает благо. Вот город это понятие благо. Очень долгое время считалось, и Руссо с этого начинал, просто они жили уже во время, когда начали появляться государства, и они начали их за государством. Крен последних десяти лет в сторону того, что города были первыми и самыми длительными держателями блага. Это были концентраторы человечества задолго до государства. Большую часть жизни человечества жило с городами, а не с государством. И государство это вот, несколько сотен лет и то не везде. Вот везде они уже, это где-то 19 и то в 20 век, уже более-менее сравнивали с государством. И это про благо. А вот достоинство это всегда штука открытая. Это открытая мера. То, что было достоинством вчера, не обязательно достойно сегодня. То, что достойно сегодня, не обязательно будет достойно завтра. То есть достоинство это способ переоценки сообразно возникающему иному, открытому, инновационному, с одним, с двумя, открытому, осмысленному, перспективному. Достоинство это способ переоценки себя и других. Вот что такое достоинство. И эта приоценка всегда в пользу чего-то, чего прежде не считалось достойным. И это не обязательно восходящая вещь. Может достоинство идти с регрессом. Например, вдруг достойным становится что-то такое, что давно порицалось. Это как развернется, собственно, наше движение изменения. Вот такая штука у достоинства. Самая непостоянная штука. Есть же вещи, связанные с достоинством, которые являются универсально незыбленными, фундаментальными. Например, там... Он же говорил, что они меняются. Да, но при этом есть и те, которые... Меняются, но если с нами сохраняются некие базовые условия, то достоинство переопределяет отношение к ним. Ну, например, не убить штука хорошая, да? Но когда мы принимаем решение относительно себя к другому, а когда к самому себе, то эта штука превращается в тимоз. То есть на что ты готов положить свою жизнь? Почему ты готов умереть за свободу, да? То есть по существу ты убиваешь себя. Потому что я считаю это достойным, да? И вот когда это возникает, оказывается даже, что базовая христианская заповедь подвергается сомнению. Ну, есть же разные трактовки, что типа эта заповедь была изменена, и раньше она называлась «Воздержись от убийства». Да, я говорю именно о том, что вот все эти вещи могут быть переоцениваться. Важно, что ты включаешь в общий контекст благо как такового. То есть не просто сам по себе, да? Потому что тогда, ну, если… А я считаю, что я должен жить в богатстве, и поэтому для меня достойно воровать. Тоже же подход. Но ты не включаешь это в благо. То есть в понятие благо ты, оказывается, это не включил. И тогда твое достоинство, суть индивидуальная, не благо. То есть вокруг него нельзя построить отношения с другими. Вот это вещь. Поэтому я и говорю, что это три взаимосвязанные дискуссии. О свободе, о благе, о достоинстве. Они всегда взаимосвязаны. И нам как-то надо из этого выбираться. То есть пытаться дискутировать, пытаться простраивать свои смыслы, пытаться простраивать свои перспективы. Иначе гражданская война. А что такое гражданская война? Это, заметь, дискуссия с оружием в руках. О свободе, о благе, о достоинстве. Это абсолютно так? Неизмежно. Если мы не хотим ввести это в виде публичной коммуникации, строим шакали-экспрессы в государственных институтах, то тогда это... Мы приходим к гражданская война? Да, мы идем к гражданская война. То есть мы будем решать те же вопросы, но с оружием в руках. Да, это, смотри, это когда матрос-железняк пришел в учредителя собрания, когда они выбрали это учредителя собрания. Они там болтали, болтали весь день. Они слушали большевики, но они же не заинтересованы были в дискуссии. Они понимали, что если заработает все это, как даже заработает, то они потеряют власть. Потому что выборы фактически проиграли. Они там 20% получили, СРС-40. Плюс караул устал. И вот в тот момент, когда он сказал, что караул устал, началась гражданская война. Хотя на самом деле она началась там на полгода позже. Уже летом 18-го все как бы начало разгораться. И с осени 18-го полным ходом пошло. Большевикам не нужно было учредительное собрание. Им не нужен был договор. Им нужно было доминирование. И в этот момент имперская идея возвратилась в новое социалистическое слое. Вот в этот момент она возвратилась. И потом Сталин из этого сделал... Глобальный проект попытался. Да.